Учёба. Какая скукотища. Надоело. Тут ещё и этот двойка за тест. У кого угодно нервы сдадут. Но ничего. Дебби знает, что делать. Была двойка? Стала пятёрка. Ещё и с плюсом. Мам! Пап! Есть серьёзный разговор. Надоело учиться. Уроки, учителя, тесты. Никакой личной жизни. Кто вообще всё это придумал? Любящие родители никогда не бросят в беде. Деньги не проблема. Надо помочь любимой дочурке. Бедняжка Дебби. Она так мучается в своей школе. Тут всё ясно. Аллергия на учёбу и строгие правила. Это лечится. Есть одна идея. Это дорого, но должно сработать. Нужно купить Дебби школу. Готово, дорогая? Режь ленту. А вот и ключ от твоей школы. Хорошей учёбы, милая. Вот это уже совсем другое дело. Моя школа, мои правила. Как волнительно. Первый день в собственной школе. И пусть никто не забывает, кто здесь хозяйка. Это теперь не просто школа, а её школа. Так уже лучше. А теперь вперёд! Покорять вершины знаний. Охранник на входе в школу. Вот что никогда не меняется. И у него важная миссия – следить за дресс-кодом. Длина галстука в порядке, парень. Так держать. Можешь идти. Все бы ученики были такими примерными. А вы, мисс, задержитесь на секунду. Рубашку надо застегнуть. И где ваш галстук? Меня и так всё устраивает. Такие правила, мисс. Кто тут говорит о правилах? Хозяйка школы уже на месте. И она разберётся с любой несправедливостью. Решено. Больше никакого дресс-кода. Нам вообще не нужен охранник. Понятно? Вы уволены. А Дебби зря времени не теряет. Это всё вам, ребята. Вау! С этой минуты мы одеваемся только в классные вещи. Нет, нет, даже не думай. Адам, померяй. Ни за что. Нет. Да. Адам зря сопротивляется. Хозяйка школы уже за всех всё решила. Ох уж эти новые правила. В собственной школе перед Дебби открыты все двери. И кабинет директора не исключение. О, хозяйка школы. Добро пожаловать. Но Дебби здесь по делам. Ей не до обнимашек. Мистер Джастин, у меня плохие новости. Только держитесь и не плачьте. Вы уволены. О, нет, какая трагедия. Мистер Джастин отдал этой школе лучшие годы. А в итоге только коробочка с сувенирами. Как скажете, я ухожу. Управлять этим кораблём знаний теперь будет Дебби. А урок истории остаётся всё таким же скучным. А Мислана в своём репертуаре. Она не может разговаривать потише. Вот бы сейчас на улицу. Этой девочке так весело с аниматором. Вот бы им такого доброго учителя. А почему бы и нет? Мислана, тихо. Прошу на выход, вы уволены. Как неожиданно. Вы ещё пожалеете об этом. Даже не надейтесь. Вот она, долгожданная свобода. Ребята, а теперь познакомьтесь с нашим новым учителем. Это мисс Скайлер. Ну что, юнги, приступаем к уроку? Но для начала надо сменить учителю имидж. Какое стремительное продвижение по карьерной лестнице. Всем бы так. Вот теперь мисс Скайлер похожа на настоящего учителя. Но привычки аниматора – это навсегда. А что, так даже веселее. Что там в школьном расписании на неделю? О нет, ну почему такая скука? Музыка, литература, история. А ничего повеселее придумать не могли? Надоело. Хоть в школу теперь не ходи. Что? Кто-то недоволен её школой? Непорядок. Получайте новое расписание, ребята. Вау! Кино, театр, вокал и даже массаж. Далой скуку! Даёшь веселье! Ребята, уже звонок. Скорее на урок вокала. Эх, не благодарите. Скажите спасибо моим родителям. Урок музыки теперь будет проходить совсем по-другому. И кажется, это будет интересно. Разбираем инструменты и начинаем. Раз, два, три. Что? У нас будет школьная группа? Музыканты из них не очень. Ужасно громко и не попад. Надо было начать с изучения нот. Но Дебби ведь сама хотела, чтобы было весело. Теперь никакой скучной теории. Только живая музыка. Стоп, хватит. Может, сегодня обойдёмся без инструментов? И просто устроим вечеринку? Всем указом Дебби нужно подчиняться. Она же здесь главная. Одну и мисс Скайлер грустно. А как же группа? Она уже и гастроли спланировала. Ну и ладно. Вечеринка – неплохая идея. А гастроли подождут. Ребята, включаем громче. В ожидании урока можно обсудить все самые важные дела. А зачем ещё нужны переменки? Девчонки, я сейчас. Алло, алло. Ну вот, все разбежались. Чем бы заняться? А почему в классе так мрачно? Всё выглядит так зловеще. Совсем не настраивает на учёбу. Что за сумасшедший дизайнер придумал весь этот ужас? Никуда не годится. Придётся исправлять. Кто, если не Дебби? Вот так нужно работать. Кабинет не узнать. Он стал таким. Ми-ми-ми. Всё так и лучится счастьем. Ой, а где наш класс? Привыкайте, ребята. Теперь так будет в каждом уголке школы. Мисс Скайлер тоже довольна. Дебби постаралась на славу. Но на очереди ещё один указ. Каждый урок – пятиминутка отдыха на мягком диванчике. Адам, не хочешь присесть? С удовольствием. Первая любовь. Что может быть прекраснее? Кажется, тут образовался любовный треугольник. Неужели и Омайнде нравится Адам? Но мисс Скайлер никому не позволит злиться на её уроки. Пора отвлечься от учёбы и перекусить. Что сегодня на обед? Очередной шедевр от местного повара. Без слёз не взглянешь. Приятного аппетита, мисс. Это вряд ли. Как надоела каша. Ну уж нет. Ешьте сами. Ребята, это же издевательство над растущим организмом. Так не пойдёт. Алло, магазин, нам срочную доставку. С этого дня в школьной столовой будут только вкуснешки и никакой овсянки. Угощайтесь. Как вам чипсы и газировка? Вот это настоящий обед. А в кабинете директора не так уже весело. Но о скуке можно забыть. Под рукой же есть школьный громкоговоритель. Приём, приём. Меня слышно? О, да. Не беспокойся, Дэбби. Ещё как слышно. А сейчас начинаем. Концерт по заявкам. Что за ужасные звуки? Хуже, чем ногтями по стеклу. Но Дэбби сейчас не до критики. Она увлечена процессом. С этим надо что-то делать. Госпожа директор, вы срываете мне урок. А, мисс Скайлер, это вы? Не хотите присоединиться? Вы серьёзно? Это такая честь для меня. Опять? Ещё и дуэт? Мамочки, спасите. Похоже, певицы вошли в овкус. Власть меняет людей. Аманда, посмотри. Это какой-то культ личности. Дэбби что провозгласила себя королевой? Теперь куда ни глянь, везде она. Кто бы мог подумать, оказалась нормальной девчонкой. Ребята, мы начинаем. И для мисс Скайлер тоже есть небольшой подарочек. Пусть не забывают, кто здесь королева. А вот и её величество собственной персоной. Я готова, мисс Скайлер. Повелеваю начинать урок. Подруга, отдай. Эта корона должна быть на другой голове. Ну и забирай. Мы больше не друзья. В классе кипят нешуточные страсти. У мисс Скайлер скоро сдадут нервы. А вот Дэбби чувствует себя прекрасно. Аманда, не плачь. Вот тебе новая корона. Адам, спасибо. Ты такой душка. Капитан никогда не покинет в тонущий корабль. Мистер Джастин должен спасти свою родную школу. А вот и мама бунтарки Дэбби. Мисс Смит, всё серьёзно. Дэбби совсем вышла из-под контроля. Я не понимаю. Пойдёмте со мной и сами всё увидите. Только представьте, вот такие вечеринки теперь на каждом уроке. А эта печенька – учитель. Да-да. Дэбби как-то могла. Да перестаньте вытанцевать. А это вы видели? Ваша дочь себя короновала. Что? Теперь её все называют её высочество. Дэбби, мы с папой не этому тебя учили. Немедленно отдай ключи от школы. Ты наказана. А вы, мистер Джастин, возвращайтесь к своим обязанностям. Теперь школа снова стала школой. Строгая форма, уроки и домашнее задание. Эх, я всё испортила. А может, родители потом подарят мне колледж? Понравилось наше видео про хозяйку школы? А какие правила ты бы установил в своей школе? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и делись этим роликом со своими друзьями. Звони в колокольчик, чтобы не пропустить самые весёлые скетчи про школу на канале Трум-Трум Селект.